Все что-то куда-то бегут. Ну вот что это такое? Мне просто интересно, куда бросают... Нет, самое интересное, а потом все ходят, извиняются. Я вашу ебал этот бар, блядь! Привет, друзья, это Егор. Сейчас будет честный ролик, потому что я вижу в комментариях, вы пишете, вот Егоров и Райза, даже несмотря на то, что броуки обыграли матч ТВ, опять разнылись, гонят на судей, на организаторов, на комментаторов, на всех, истерят. Постоянно что-то спрашивают, выбегают на поле, кидаются, матерятся и так далее. Я вам отвечу, иначе быть не может, потому что вопрос с судейством не решается. Броуки, возможно и другие какие-то команды, постоянно, в каждом туре, страдают от судейских решений. И в особенности отвар. И я повторюсь, повторюсь, то, что я сказал во время игры, подписываюсь под каждым словом. Я не знаю, как у меня злитипали, блядь! И сейчас я объясню главные судейские проблемы, но, Торы, вы не гении. Люди в РПЛ работают, люди работают в Лиге Чемпионов, в Чемпионатах Мира, и по 15-20 раз смотрят эти повторы, тратя, ну, реально не 10 секунд, а минуту-две. Вы лучших, что ли? Вы гениальные? Посмотрите, повторы, вот к вам просьба, и ошибок будет меньше. Это простейшее действие. Вот пример. В этом эпизоде мы получим второй гол от Бейсмента, и здесь сразу же будем кричать, посмотрите вар, посмотрите вар, потому что это фол. Но по повтору кажется, что ничего нет, чистая игра в мяч. Бля, никакого фола не было, чистый гол. Я как в игре видел, так и у меня никакой. Браво, браво, Александр Филимон. Сначала, сначала по ноге. Ну и, конечно же, на повторе все видно. Видно, как Ледовский ставит мяч, видно, как ему проезжается по ноге, прежде чем коснуться мяча. И это фол. Причем Роберт Уфенок даже извиняется перед Ледовским в том эпизоде. Я говорил уже об этом в ролике Броков. Еще раз, судья, просто посмотри повтор еще раз. Посмотри, приблизь, убедись и делай решение, которое тебя устроит. Никто не предъявит. Да, выбивает мяч, для никакого фола не было, чистый гол. Есть еще один важнейший эпизод, где судья не захотел смотреть повтор и фактически убил нашу команду. И можно смеяться, можно что угодно говорить, но игра с на спорте, во-первых, за деньги, во-вторых, за место в турнирной таблице, в-третьих, это вообще-то турнир, где сотни тысяч людей смотрят матчи, где призовой фонд 5 миллионов, это действительно важно. Для нас это важно. Мы не Газпром, не Лукоил, которые могут вот так вот денежки выкидывать туда-сюда. Для нас каждая копеечка важна. И эти игры тоже важны. Так посмотри ты пару раз повтор. Вот, кстати, с Лилюхиным. На первый взгляд подкат, шипы, чистая красная. Спасибо, это красная карточка. Я никогда не устану смотреть этот повтор. Давайте еще раз. Вот нога Лилюхина, правая. Она идет по нормальной траектории. Он мыском сейчас касается мяча. И теперь по инерции от соприкосновения мяча с ногой Тарасова и мяча с ногой Лилюхина происходит отскок в левую ногу Тарасова. Смотрите еще раз. Вот Тарасов наступает на мяч. Вот Лилюхин играет мыском в мяч. И теперь по инерции нога улетает совсем в другую сторону. Реф, посмотри повтор. И ты даже думать не будешь о красной. Это случайность абсолютная. Ни умысла нет, ни грубой игры даже. Не надо повторов. Спасибо. Это красная карточка. Ну то есть, Реф, сделай простейшую вещь. Просто посмотри еще несколько раз этот долбанный повтор. Ну посмотри. И ты убедишься, что Лилюхин играет в мяч мыском. С другой стороны, играет в мяч Тарасов. Ноги соприкасаются. Точнее, ноги соприкасаются через мяч. Идет отдача. И нога Лилюхина отлетает в другую сторону. Ну если ты хочешь показать желтый за этот эпизод, просто за подкат покажи. Но красную. Ломать игру на первой минуте. Просто потому, что тебе с первого повтора все понятно. Вот что меня конкретно не устраивает. Но это далеко не все. Потому что не устраивает меня также разница трактовок. Тотальная разница трактовок одинаковых абсолютно эпизодов. Вот. Убедитесь на примере того же Лилюхина и та лапка из Тудроц. Двойной эпизод. Еще раз. Вот это вот. Вот это. Желтое. Где мы видим прыжок сзади. С поднятой ногой открытыми шипами. А здесь, где нет ни скорости, ни агрессии, ни умысла. Где контакт с ногой Тарасова происходит только после того, как нога скатывается по мячу. Лилюхина. Вот здесь. Желтое. Вот здесь. Я прям вот хочу еще раз показать. Это было в ролике Броков. Но я еще раз покажу. Ну сравнивайте. Сравнивайте. Сделайте замедленный повтор. Посмотрите. Карточка или нет? Не, я думаю нет. То есть, блядь, еще раз. Неебический прыжок. Открытые шипы. Высоко поднятая нога. Сзади. На разъеб и на слом. И желтая карточка. Красная карточка или нет? Не, я думаю нет. Потому что этот судья показывает даже предупреждение. Только в случае, если кто-то кому-то сломал ногу. А тут, блядь, где нет ни скорости, ни изначально поднятой ноги. Где есть касание мяча. Где игрок еле докатывается до этой же ноги. Ему даже повтор не нужен, блядь. Не надо повтор. Спасибо. Это красная карточка. И про то, что судья старается не давать лишний раз красные карточки. Мы же не просто так сказали. И в очередной раз убедились в матче Тодроц и СД Фэмили. Где все тот же Талапка, все этим же судьей, все так же не был удален. И здесь главное прислушаться к логике. Но сначала посмотрим вот этот эпизод, где есть попадание прямой ногой по лицу. А теперь слушаем судью. Умысла нет, тянется. Да, носочком попал, да. Человек травму не получил стал. Мое решение подтверждено. Во-первых, про то, что человек травму не получил. Травму он получил. Вот, например, его глаз. Во-вторых, вот эти слова судьи про умысел. Умысла нет. То есть удар прямой ногой в лицо. Это умысла абсолютного нет. А здесь, повторюсь, где игрок катится по земле, попадает мыском по мячу. После чего нога отскакивает в другую ногу. Здесь красная. Удар прямой ногой по лицу. Желтая. Здесь красная. Прыжок в ногу сзади. Желтая. У Лилюхина красная. Я не могу к этому нормально относиться. Время прошло. Не могу. И любой человек на моем месте не мог бы к этому нормально отнестись. Имея такой прецедент. Дело с его командой. Невозможно. Поэтому давайте определимся. И с трактовками. И будем смотреть моменты. Это важно. Та же самая хрень с трактовками по удалениям и желтым карточкам. Но вот последний матч. Стармикс бейсмент. Игрок Стармикса злится, бесится. И бьет мячом в сторону суди. И, конечно, не попадает. И вот мы слышим диалог. Судья плачет. Ты честно не хотел рэп. Нин попал? Кому? У тебя мячом. Видите, что произошло? Честно, рэп. Ну не хотел. Нет, ты успокойся. Я не хотел, да. Нет, он не попал. Я прошу прощения за него. Молодой, горячий. Прости, пожалуйста. Прости, товарищи. Тут эпизод, что Нина Зобова, да, видимо. Все? Все, это все нормально. Не хотел, честно, честно. Я понимаю, что в футболе есть вещи немного важнее, чем нарушение правил, которые арбитр не заметил. Здесь красная карточка не показана. Вопрос. Тогда почему мне за деньги, которые я рассыпаю на судью, и никакого физического контакта нет, показано? Ну, это красная карточка, меня уводят. Логично, это не спортивное поведение. Но, опять же, это не физическая угроза судей. Когда райзен кидает кепку под ноги судья и не попадает, тоже красная карточка. Но, опять же, здесь вопрос в том, что здесь нет физической угрозы судей. А здесь, когда мяч рядом прилетает, это угроза. Где границы желтая и красная? Давайте уже определимся с этим. Дело жизни и смерти, но не в этом смысле. Поэтому извините. Красотка не назову. Или еще один момент. Вот Фил бьет по ногам Текиле. Мяч был в 40 метрах, наверное, от эпизода. И Филипп ударил, просто ударил по ноге Текилу. Здесь судья показывают желтую карточку. Ну, хотя, по идее, по всем правилам, это красная. Ну, наверное, у них с Филом, у Текилы с Филом, давнее противостояние. Поэтому, непонятно, наверное, здесь не нужно показывать красную карточку. Хорошо. Другой эпизод. Опять же, связанный с бровками. Салама Шурмамадов, забивший победный мяч, делает несколько финтов на бровке, но после этого ему бьют в лицо. Никто на это не обращает внимания. Судья показывает желтую карточку. Желтую карточку за удар в лицо. Райзен со злостью выбегает на поле, чем недовольный комментатор. Все что-то куда-то бегут. Ну, вот что это такое? Не знаю. Мне просто интересно, куда бросают... Нет, самое тесто, а потом все ходят, извиняются. Вопрос. Хоть кто-то мне может объяснить, почему здесь желтая карточка, а не красная? И тогда, если здесь желтая карточка, то почему в следующем же матче, в следующем же эпизоде за бодание головой получает красную карточку вратарь Стармикса? Поговорили на помощь, что нет, так нельзя делать. Сравните еще раз. Вот эпизод на желтую, вот эпизод на красную. Ну, видимо, Райзен вспомнил, что ему... Поговорили на помощь, что нет, так нельзя делать. Ну и последняя претензия, самое главное. Кто и как должен сигнализировать суде, чтобы он посмотрел в ад? С этим вообще нет ничего. Ничего. Никакой логики абсолютно. Я объясню, мы, спортсмены, футболисты, руководство, которые стоим на бровке, мы можем не видеть какие-то эпизоды. Мы можем просто не увидеть. Бывает же так, что вот футбол играет, там кто-то пробил, в руку попало, и, например, даже тот, кто бил, этого не заметил. А потом, говорят, там вар, пенальти и так далее. Ну, постоянно же такое происходит. А кто в медиалиге должен сигнализировать? Комментатор? То да, то нет. Один сигнализирует, второй не сигнализирует. Какой-то человек, то да, то нет. Сейчас ввели эти челленджи, по идее, мы должны. Но мы же не видим эти моменты. Кто должен? Объясните, пожалуйста. Вот конкретный пример. Игра Матч ТВ Брокбойс, первый тайм, второй, точнее, тайм, начало. Счет 0-0. И происходит вот такой эпизод. От Кости Генича, красота. Артем Лидовский, Лидовский! Рощупкин. Ну что, ты думаешь, было ли там что-то? Сейчас? Да, да, локтем. Там Лидовский завалился в этой борьбе, показывая, что Рощупкин сыграл локтем. Здесь мы слышим, как комментаторы обсуждают. Нужно посмотреть повтор, и после этого там вот... Но когда они смотрят повтор, а вот сейчас будет повтор, послушайте, что они обсуждают. Аплодируют. С этим надо аккуратнее. За аплодисменты некоторых футболистов, отчислятность команды. В данном эпизоде они обсуждают исключение Ликьяна из Брокб. Ну, обсуждают. То есть они этот эпизод смотреть не хотят. Хотя давайте просто приблизим, посмотрим и убедимся, что это пенальти. Отсюда вопрос. Кто должен? Кто тот самый человек? Если игроки команды, они, мы стоим в 60-70 метрах, мы не видим, момент там условно заигран. Где этот человек на вар, который должен посмотреть повтор и сказать, что судья, давай пойдем и поглядим, пожалуйста. Это же момент, который полностью меняет ход игры. Полностью меняет. И, конечно, моя реакция кому-то покажется неадекватной, но я подписываюсь под каждым своим словом. Потому что, если есть вар, то давайте мы будем за ним следить, его смотреть, смотреть эти повторы. Потому что, в ином случае, это профанация. Вот в лицо, блядь. Ты про кого? Ну, я не знаю про кого. У тебя ко мне претензии? Не к тебе, я не знаю, кто здесь сидит, блядь. Я должен просить. Дима, Егоров, не я, Егоров, не я прошу челленджи. Я знаю, ты, Павел, знаешь, нет? Дайди нахуй. Челленджи не моя забота. У вас есть челленджи. Это футбол, блядь. Карен, он сегодня просто очень эмоциональный. Все нормально. Мы не забивали сколько-то, 500 минут почти. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Еще раз. Если мы с Райзеном здесь истерим, мы истерим не только из-за броков, мы истерим для того, чтобы была какая-то логика. А логика может быть только в одном случае. Если, во-первых, будут выработаны нормальные критерии. Во-вторых, ну, по эпизодам, да, будет понятно, почему здесь судят так, здесь судят так. Во-вторых, если судьи будут нормально смотреть повторы. Ну, тратить на них не 10 секунд и говорить, я гений, я все посмотрел, я уверен. И третье, если рядом с комментаторами будет сидеть человек на бар, который также будет иметь связь с теми, кто показывает повторы и просить. Покажите, увеличьте, уменьшите. Потому что так уровень лиги значительно, значительно поднимется. А ситуации... Нет, я понимаю, что в лиге могут быть выгодны ситуации, когда там с ума сходит райзен или там я. Но таких ситуаций будет меньше. Вот такой выход, друзья. Это был Егоров. Пока на пресс-конференцию. Пора. Все что-то куда-то бегут. Ну, вот что это такое? Не знаю. Мне просто интересно, куда бросают... Не, самое интересное, а потом все ходят, извиняются за это.